Вот та самая дыра, которая образовалась в стене за несколько дней до Нового года. Здесь у молодой семьи Ангарчан стояла детская кроватка. В тот самый момент в ней сидел годовалый ребенок. Лишь чудом дочка не пострадала, но все же успела испугаться. Ну, спера она заплакала, конечно, когда жена уже потом пришла, ее на руки взяла. Успокоилась, ну и все. Так-то потом вроде нормально. Слава богу, обошлось. Ну, уже кроватку сразу переставили в другую комнату, получается. Здесь уже кроватку не стоит. Потому что, да, не знаем, что они еще будут делать, например. Какие-то еще будут делать, еще какие-нибудь дыры тут, насверлили. Сквозное отверстие образовалось в стене в результате монтажных работ. В этом доме производят замену лифтов в рамках программы капитального ремонта. Это та самая лифтерная. Здесь рабочие монтировали оборудование, в результате чего и просверлили стену. При сверлении фактически началось расслоение, началось все это обваливаться, отваливаться. Строители пытались закрепить это в стене, чтобы в дальнейшем замазать. И нечаянно, случайно, абсолютно зашли в квартиру. С предложением мирно урегулировать вопрос к семье пострадавших обратились сами представители фирмы-подрядчика. Однако названная сумма 50 тысяч рублей показалась им слишком завышенной. Строительная организация обратилась к независимому эксперту. Уже в пятницу специалисты проведут оценку ущерба. Ирина Шавлюк, Антон Бархатов, Местное время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова